ждем здесь фейерверк здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на канале посвященном виноградарства и виноделию зовут меня светлана я биолог по образованию виноградарь по призванию винодел по желанию сегодня у нас с вами будет дегустации и дегутировать мы с вами будем сидры в прошлом сезоне было очень много яблок и мы решили себя попробовать приготовление этого напитка делали мы первый раз конечно же я изучила скажем так всю матчасть я изучила технологии но тем не менее есть определенные нюансы будем сейчас пробовать несколько разных розливов я дам по ним комментарий да почему так почему так ну и конечно же в новом сезоне уже будет информация скажем так с учетом наших ошибок и еще прежде чем я приступлю к открытию бутылок пару слов о том что это за напиток сидр потому что вроде все слышали да но у многих людей представления разные сидр это напиток приготовлен из яблочного сока бывает с добавлением каких-то других фруктов есть сидр груш его называется пуаре то есть у него немножко другое название сахар туда не добавляется либо добавляется только при вторичном брожении для газации то есть сидр напиток слабо алкоголь и порядка пяти семи процентов спирта там получается за счет того сахара который содержится во фруктах то есть дополнительно сахар туда повторюсь не добавляют и сидр может быть газированным а может быть тихим еще касательно посуды из которой употреблять сидр тут все очень демократично в отличие от вина то вина есть бокалы для этого для этого для этого хотя недавно габриэль глаз придумал универсальный бокал вот похожие формы на этот мнение габриэль глаз я не могу себе его позволить тут все гораздо проще но даже для вина есть вариант универсальных бокалов что касается сидров тоже у риделя дал по-моему риделя есть специальные бокалы для этого напитка но не стоит как крыло самолета я буду пробовать вот таких как близких к универсальным бокам и так первый образец мы вообще делал делали несколько розливов да из разных яблок спрашивали в сезон какие сорта яблок вы используете а дело в том что своих яблок у нас практически нету и все что нам отдавали соседи все мы пускали на сидр но где-то смешивали разные партии и смешивали по разным вот это был один из самых первых сидров 18 08 мы его поставили бродить здесь летнее яблоко и летняя груша существует как бы теория да у сидра делов что яблоки должны быть осенние яблоки должны быть кислые ну на самом деле можно делать из летних яблок более подробно расскажем в сезон и еще прежде чем я открою напомним то что не на 5 не все смотрели мы экспериментировали с дроблением яблок и то каким по цвету получился сидр очень сильно зависело от того как мы дробили все что мы делали на шинковке грубо говоря на крупном брачной терке там все светленько то что мы сначала экспериментировали там с мясорубкой там получились такие по цвету не сам красивые напитки и так открываем красиво получилось правда бывает и так почему это наша ошибка вот это первая партия сидра и единственная которая у нас немножко заболела пошла сверху пленка он бывает мы пастеризовали добавили дрожжей просто другого сусла бродящего добавили немножко сахара чтобы было газа и оставили в тепле вот это была наша роковая ошибка для того чтобы сидр правильно газировался надо чтобы это происходило в холоде по крайней мере в прохладе а там буквально за два дня там уже было просто кое-что в пластике поэтому по бутылкам сразу было видно то есть вот так вот делать нежелательно но зато весело напиток до мутный здесь мы вот в конце брожения разлили в бутылки там чуть-чуть с осадка сняли ничего не осветляли поэтому данный питок мут ну в общем то нас это не смущает запах тут конечно по всей кухне напомню здесь летнее яблоко и летняя груша и вот в данном конкретном экземпляре запах даже больше груши выбивается прям такой очень яркий причем тоже смотрите пена ушла пузырька есть там пузырек в бокале но на самом деле пузырек еще очень чувствуется во рту мелким не колючий такой как вот от газировки а именно мелкий приятный такой приятный легкий напиток абсолютно не кислый остаточных сахаров нету то есть он такой скажем так нейтральный освежающий немножко груши немножко яблочком но честно говоря вот данный конкретный экземпляр как бы немножко пустоват вот этот розлив из летних яблок мы пили ближе к новому году не так много его было так вот тогда он был вообще вот скажем так в самом своем соку яркий вкус насыщенный такой приятный освежающий сейчас ну вот чего-то не хватает вроде бы все хорошо но опять же попробовала другие варианты другое все понимаешь что хоть и хотелось бы чего-то интереснее хотя я думаю что для непосвященную такой приятный легкий напиток может быть чем-то похож на квас я наверно сегодня еще буду об этом говорить некоторые сидры похожи по вкусу на класс но не на тот который производят сейчас особенно в бутылках а вот тот который был в детстве в советские времена с бочек ли такие были квасные лайки и особенно вот если свежий привезут он прям такой вот ну вкусненький а так вот этот напиток он тоже такой вкусненький освежающие легкая нотка яблочко легкая нотка грушки такой приятненький берем следующий розлив да кстати там тоже видели такой цвет рыжеватые но это наши первые эксперименты первые эксперименты с прессованием первые эксперименты с дроблением поэтому цветок он более темный и так пробуем следующий образец 1 10 он был разлить по бутылку это тоже летние яблоки немножко груши тоже летний она нас бродила бродила практически весь сахар сбродила но еще активно шли процессы мы добавили немножко сахара для газации и разлили опять же здесь еще дробили на мясорубке поэтому вот такой цвет и смотрите все что разливается в конце брожения она имеет осадки в бутылках при этом здесь вообще так все возмущено почему потому что я бутылку достала с холодильника там она лежала на бочку да то есть осадочник спустился я ее поставила вертикально осадок взболтался то есть а если мы разливаем в конце брожения то вот такие нюансы есть можно заморочиться переворачивать бутылки спускать осадок на пробку и снимать как у шампанского можно на это не обращать внимание это абсолютно натуральные осадки ничего там страшного у них нету на большую бутылку я не буду открывать у меня есть маленькая что ждем здесь фейерверк здесь не так страшно от этой партии я такого не ожидала но как видите сидры они коварны хотя все из холодильника и видите там была бутылка с бюгельной пробкой мне просто надо было ее чуть по-другому открыть и сразу налить в бокал то есть небольшое мое упущение да я еще не нам общилась открывать бутылки сидром тем не менее вот это давление на бутылки с бюгельной пробкой вполне нормально выдерживают но даже мутненькая да я вам показала что там осадки опять же коричневенькая и когда мы еще показывали все как мы делали тоже были комментарии вот там все окисленно а кстати на соковыжималки если будете делать то тоже скорее всего получите примерно такой цвет ну что вам скажу что вот этих явных тонов окислений и какой-то вот глобальной погрешности во вкусе ее нет поэтому ну да и цвет может быть как бы не самый красивый но абсолютно вот это окисление но не критично итак пробуем повторюсь еще раз запах просто очень яркий такой яблоко и груша по вкусу здесь есть ощущение что есть остаточный сахар то есть вообще нет никакой кислинки легкая такая сладость и вот как часто говорят что женский напиток сладенький так вот данный это такой женский вариант сладенький очень очень приятны и я вам вот что скажу что с такими напитками надо быть очень аккуратным что хоть они низко алкогольный но алкоголь там есть он абсолютно не чувствуется во рту данном потом может почувствоваться здесь тем более за счет газации как бы этот хмель может достаточно быстро переходить поэтому она надо быть аккуратными надо быть осторожными в этом плане чтобы оставаться в здравом уме потому что очень вкусно и вот хочется нам вот пил глоточек еще еще вот такой напиток приятный и пару слов вот там что такие бурные взрывы я достала с холодильника то есть в идеале можно было бы даже в морозилочке еще больше охладить и открывать более охлажденный вот несмотря на то что это летние яблоки вот этот розлив кстати вот он классно если предыдущий вам говорила что как бы чуть-чуть пустоват мой вкус то вот здесь прям гармония гармония здесь абсолютно всего хватает следующая бутылка значит здесь уже у нас все несколько красивее да мы не снимаем этикетки с со стеклянную бутылку то что мы делаем для себя поэтому нас этикетки абсолютно не смущают а так вот здесь уже было дробление на шинковке здесь было гораздо более светлое сусло поэтому все будет несколько красивее разливали вот эти два розлива сейчас которые мы будем смотреть мы в декабре то есть ситр у нас бродил мы его сняли один раз с осадка а предыдущие мы ну фактически с осадка то не снимали вот только перед розливом эти были сняты один раз с осадка еще немножечко постояли и после этого уже мы их разлили по бутылкам это уже яблочки а более позднее вот конкретно этот образец 21 сентября мы его собирались ставили на брожение сейчас откроем посмотрим ну как видите здесь все прошло очень спокойно в отличие от предыдущих вариантов видите сразу обращаем внимание на цвет вот совершенно другой и вот для сравнения два бокала видите какая разница причем посмотрите даже по газации вот этот который стрелял хотя вот то этот розлив я не помню не должен был стреляться но может быть знаете как еще дрожжей попало больше потому что чуть раньше был розлит поэтому такая бурная реакция здесь видны в бокале пузырьки конечно мутноватый да такая опалисценция легкая но мы не добивались какой-то такой кристально прозрачности тем не менее пузырьки вот они гораздо больше видны видите разница в дроблении насколько создает разницу во всем то есть и осветляется такое суслу лучше и и цвет другой а здесь запах уже другой совершенно другие яблоки здесь тоже яблоко здесь тоже немного груши груши уже более осенний и совершенно другой запах он немножко не такой яркий но гораздо более сложный и но я даже не знаю как описать это может быть даже и какие-то ну вот как тропические фрукты всего лишь яблоко и груша на вкус немножко кисловата чувствуется кислинка летние яблоки сладки на осенние они более кислые пузырек такой приятно обволакивающий в общем-то как и в предыдущем случае то есть несмотря на то что вот эти бутылки устраивали фонтаны а именно по вкусу очень приятно получается потому что лично я например не люблю вот этот вот колючий неприятный пузырь когда чувствуешь они пузыри нет здесь пузырем дополняет есть а легкая горчинка такая не горечь вот мне очень хочется всегда когда я поясняю там по кислоте по горчинке чтобы это правильно слышалось и правильно воспринималось то есть это не дефект да вот не говоришь а такая легенькая легенькая горчинка такая приятная например как у грейпфрута только ну как еще гораздо меньше и вкус как мне кажется персика вот если взять такой консервированный персик да он у него просто вкус не потому что он вареный да а просто вкус там он немножко слабее чем у персика свежим то вот в этом экземпляре проявляется этот персик то есть если сравнивать с двумя предыдущими вариантами то там это более такой простой напиток здесь уже ну более сложный более такой ну даже можно сказать загадочный потому что появляются совершенно другие ароматы вот мы этот образец пробовали на месяца два назад я пишу всегда дегустационные заметки что попробовали какой она была в этот момент и вот на этот образец было написано кисловат и пустоват то сейчас как раз таки я могу сказать что не ну как бы он кисловат но это кислота вот она здесь прям вот вот прям нужно вот то вот она вот очень подходит этому напитку и уже нет этого ощущения пустоватости то есть это хороший такой многогранный напиток с приятным фруктовым ароматом причем вот появляются до новая тона появляется персик уже распознать здесь яблоко и груша не в целу немножко постояла яблоком стало пахнуть свежим хорошим яблоком таким желтеньким груш как таковой не чувствуется но она есть вкус вот такой более фруктовый и последний образец я его уже на камеру не открывала опять же смотреть легкая полисценция сбоку а если сверху на бокал смотреть то в общем то вообще очень хорошая прозрачность опять же вот разница в дроблении смесь яблок уже осенних тоже такая очень приятная газация небольшая и вот здесь вот запах прям вот если в том я говорила что предыдущем запах так он более легкий то здесь он более яркий и это персик это реальный персик первый раз когда вот ну по чуть-чуть же пробовали брали какие-то бутылки для меня это стало вообще каким-то открытием откуда в яблоке яблок и груша мы во многие образцы к сожалению вот некоторые партии терялись то есть я старалась записывать нам где-то просто например на бутыли не сделала пометку ну практически во все осенние партии мы добавляли грушу дичь у нас прям вот за воротиками растет груша дичька ходили и собирали и добавляли на сахар хороший дает и в принципе дает такие вот легкие приятные танины хотя явно вот предыдущем экземпляре они не чувствовались но и здесь тоже вот я понимаю на что у нас есть яблоко есть груша дичька скорее всего хотя у меня не подписано но на здесь должна быть и очень яркий вот прямо даже не надо нос сильно пока засовывать очень чувствуется во вкусе а легкий пузырек легкая кислинка причем вот когда я вам про вина виноград на рассказывал грел про кислотное что вот кислотность когда на слюна вырабатывается так вот здесь кислотность прям такая вау очень ярко то есть с одной стороны мне не кисло пить мне вкусно пить с другой стороны вот прям прям много этой слюны вырабатывается в ответ на этот напиток пузырек мягкий пузырек приятный да он виден в бокале вроде бы он такой реденький до бутылки не стреляли но во вкусе очень приятно ощущается и вот честно говоря мне нет как казаться очень приятно очень нравится вкус балансированный тоже персик и вот здесь чувствуются танины причем знаете я вообще к тани нам очень отношусь так короче не люблю я их я не люблю их в красных винах мне они как бы не нравится мне их много зачастую вот несколько раз брали магазин на красный винах хорошие с хороших регионов хороших производителей хороших сортов ну прям вот мне очень танина как бы если я хочу чтобы вдруг захочу чтобы у меня в рту вязала я пойду там хурму зеленую куплю поем чтобы у меня уже прямо там стянул или пойду дубовой корой плащу рот то есть я к танинам отношусь так очень очень и очень но когда вот их немножко вот вот совсем немножко они дают именно структуру напитка то есть опять же если сравнивать с предыдущим образцом они очень похожи у них вот этот же персик да но в предыдущем он такой более легкий а здесь он более яркий более выразительный легкая кислинка и там и там но в предыдущем тоже она как бы более мягкая в этом экземпляре она более выразительна но опять же это не кислота вот ну от которой неприятно приятно нет это приятная такая кислинка которая дополняет напиток и вот они про которые я говорю они тоже они не явные и допустим я так предполагаю что человек который не совсем разбирается в этом он даже их не почувствует вот явно и не скажет о вот здесь есть они он просто скажет что класс какой приятность балансированный напиток на что он действительно приятный и сбалансированы вот прям все прием но вот что интересно что если здесь например четко и запах четко яблоко четко груша здесь не четко яблоко не четко груши здесь персик здесь мы здесь те фрукты которые там он насколько интересно себя ведет этот напиток вот кстати опять же возвращаясь к танинам вот я сделала глоточек а чуть-чуть времени прошло и вот чуть-чуть на языке на щеках чувствуется вот эта тонинность но очень легкая и вот этот экземпляр когда мы разливали здесь уже брожение остановилась она остановилась мы сняли с осадка добавили сахара для газации и разлили ну вот такие результаты у нас получились это на самом деле еще не все просто если я бы пробовала больше разливов это мне наверное было бы сложновато всех их описать ну потому что вкус наш он же тоже забивается и часть скажем так сусла мы оставили бродить до сих пор и вот до сих пор она в подвале бродит я думаю что где-то в мае когда уже брожение остановится мы разлием по бутылкам но опять же посмотрим вот насколько меняется вкус смотрите даже вот сегодня было четыре образца два из летних яблок два из таких осенних и насколько они получаются разные когда я начал рассказывать про сидры были комментарии что ой а вот мы пробовали у нас не получилось получилось какая-то ерунда получилось невкусно результат во многом зависит от сырья результат будет зависеть от того когда вы разливаете потому что более кислые яблоки их есть смысл подержать до весны да вот сладенькие можно делать из них ну вот чуть-чуть они побродили буквально на остаточных их же сахарах мы их разлили загазировали до нового года выпили и тогда нам будет вкусно тогда они еще сохранят вот весь свой яркий букет ароматы нам будет вкусно то есть понимаете напиток такой он казалось простой да но в то же время очень интересный и очень многогранный как оказалось что вот если бы ко мне сейчас пришли какие-то гости кто не сильно понимает в этих напитках кто их не особо пробовал то вот в этом напитке большой вопрос распознали ли бы сидр в этом наверное да в этом возможно нет потому что совершенно другая группа ароматов получилось ну вот от того как мы работаем с сырьем насколько мы его смешиваем разные мы можем получать разный результат ну как вывод конечно работа с этим напитком есть смысл честно когда мы начинали все это делать ну это был такой эксперимент повторюсь мы делали первый раз и не знали что у нас получится и получится ли вообще что-либо теперь мы понимаем что получается классно получается суперски и сидрами тоже можно заниматься потому что к сожалению винограда у нас некоторые годы может быть мало с яблоками все гораздо проще поэтому можно и нужно работать с этим напитком получается очень здорово конечно несмотря на окажущуюся простоту есть много нюансов различных но даже вот опыт одного года одного сезона ввиду того что у нас было много разных партий опыт есть и нам есть чем с вами поделиться в сезон обязательно все буду рассказывать показывать но конечно когда мы разольем ту партию которая до сих пор стоит и бродит тоже расскажу насколько она отличается вот от этих образцов еще такой момент нужно ли сидры выдерживать есть ли смысл мнение существуют разные ну вот по одному образцу я вам сказала что его надо было выпить молодым хотя вот второй образец тоже из летних яблок ничуть не потерял в своем вкусе в своем аромате то есть надо пробовать я думаю что что то мы обязательно оставим и посмотрим как оно будет развиваться чтобы опять же понимать в какой момент этот напиток будет наиболее вкусным на этом наш разговор сегодня подошел к концу надеюсь вам было интересно большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на плейлист по сидрам ссылка на каталог наших сортов и награды наши контакты до новых встреч до новых встреч